МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Приоритетная версия неисправности техники". Стали известны предварительные результаты расследования крушения пассажирского самолета в аэропорту Наринмара. Работы на глубине. В столице региона приступили к промывке скважин на центральном водозаборе. Как это повлияет на качество питьевой воды? Долгожданное переселение. На Колгуеве построят 4 дома. Новые квартиры получат сразу 12 семей. Привет, Артек! 10 юных жителей региона сегодня отправились на полуостров Крым. В знаменитом лагере стартует международная смена дружба. Красота да и только! Региональное отделение Союза пенсионеров России запустило новый проект под названием «Время перемен». Чему обучают пожилых людей? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Нижалова. Здравствуйте! Межгосударственный авиационный комитет продолжает расследование по факту украшения самолетов в столице региона. Напомню, трагедия произошла 19 декабря прошлого года. На борту ТВС-2МС находились 13 человек. Трое погибли, в том числе ребенок. Еще один пассажир того злосчастного рейса скончался в больнице 10 января. МАК сейчас рассматривает как минимум 5 версий. Впрочем, основное – неисправное техническое состояние самолета. Эксперты предварительно пришли к выводу, что воздушное судно недоработано разработчиками сразу по нескольким аспектам. В частности, у крылатой машины низкая устойчивость на малых скоростях, заявил генеральный директор Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук во время актуального интервью. И вот фрагмент программы. Причин будет как минимум 5. Но на первый план, я буквально 2 дня назад связывался с председателем комиссии, он говорит, выходит, причина недоработки самолета. Сразу вопрос, как сертификацию мог пройти? Вот этот вопрос сейчас как раз и решается. По новой облетывает самолет, проверяет его устойчивость. Я вас перебью, и знаю, что сейчас второй самолет ТВС-2МС пока запретили использовать. Да, до окончания расследования он запрещен к эксплуатации, поэтому он стоит, к сожалению, к сожалению, стоит. При всем, при том, что произошло, я могу сказать, что за прошлый год он неплохо отработал в том смысле по количеству перевезенных пассажиров, по времени, затраченном на выполненные рейсы. Экономика неплохо, мы до 30 миллионов только на пассажирских перевозках сэкономили. Но никто не ожидал такого эффекта, а самолет должен быть подготовлен. Поэтому дождемся результатов комиссии. То, что это не вина летного состава, это уже понятно. И она, если и будет, третья, четвертая и в какой-то степени. Как себя чувствует пилот? Денис Гончаров уже ходит своими ногами. Это молодой. Да, да, да. Сережу Кузьмина, слава богу, отправили в апреле в Скрифосовскую. Ему восстановили позвоночник, скрепками собрали. Он уже стал на ноги, слава богу. Полгода он, конечно, пролежал. И атрофия мышц. Но сейчас в реабилитационном центре им занимаются. Будет ходить, все будет хорошо. Но скажите, шансы есть, что они вернутся за штурмом? Наловероятно. Навряд ли? Там травмы очень серьезные головного мозга, которые... Попытаться обязательно надо будет. Напомню, сразу после крушения сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц. Тогда отрабатывались три возможных версии случившегося. Неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, либо же технические неисправности самолета. Сотрудники ПОК-ТС приступили к масштабной прочистке скважин на центральном водозаборе Наринмара. Используется метод так называемого эйрлифта. Скопившуюся грязь на фильтрах вымывают при помощи сжатого воздуха. Технология, пусть и не новая, зато эффективная, говорят специалисты. Всего за летний сезон рабочим предстоит прочистить более 10 скважин с питьевой водой. За процессом наблюдала наша съемочная группа. На первый взгляд может показаться, что за работой машинисты буровых установок оценивают запасы нового месторождения. Впрочем, люди в синих комбинезонах отнюдь не нефтяники, сотрудники предприятия, объединенных котельных и тепловых сетей. Слесарь выполняет важную миссию – прочищают скважины с питьевой водой, которая отсюда поступает во все дома и социальные объекты Наринмара. Процесс очистки крайне долгий. Используется метод эйрлифта. Установку из труб рабочие собирают на месте. Постепенно, метр за метром, конструкцию затем опускают под землю. Глубина скважины – порядка 30 метров. На то, чтобы прочистить одну только скважину, уходит ровно неделя. А грязь вымывает при помощи сильного напора воздуха. Он проходит вот по этим трубам. Установку так и называют – эйрлифт. Итак, 13 скважин. Это значит, что на прочистку всех фильтров уйдет 13 недель. Сотрудники коммунального предприятия признаются – грязи вымывается, как правило, немного, в основном песок. Но и он может значительно повлиять на качество питьевой воды. Приезжает сначала бригада электриков. Проводится работа с Зевсом. То есть подается ток импульсивный. То есть эта вся грязь отбивается, седает. И вот потом уже приезжаем, устанавливаем эйрлифт, чтобы всю эту грязь оттуда вымывалась. Скважины на центральном водозаборе Наринмара прочищают ежегодно. То есть процедура стандартная. Руководство ПКТС уже заявило на объемах поставляемой в город воды. Промывка фильтров никак не отразится. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Несанкционированный причал возник на берегу поселка Качгард. Порядка трех недель назад две внушительного размера баржи притащили как раз под окна жилых домов. Чтобы избавиться от нежелательного соседства, собственники частных строений обратились к общественникам, которым предстояло выяснить, кому же принадлежат старые посудины и почему их решили утилизировать прямо в жилом районе. Нина Бондарева живет здесь уже 72 года. Женщина признается, прибрежную территорию жители каждую весну убирают самостоятельно. Паводкам приносит много мусора. И как только вода уходит, собственники устраивают общий субботник. Но когда жители увидели, что появилось на берегу, в этот раз испытали настоящий шок. Своими силами этот мусор точно не уберешь. Побросали все это, никому ничего не надо. Прошлый год у нас, правда, с горем само убрали тут много кочеву. Вроде бы все, мы так это успокоились. А сейчас вот снова привели две баржи. И поставили-то их прямо возле домов. Вот это тоже дело. У нас есть каждый год вот такая история. Водой приносит очень много грязи. И вот надо обязательно берег привести в порядок. Это кроме того, что вот эти баржи стоят. А эти баржи, мы почему-то были уверены, что их сюда привели временно, чтобы куда-то тянуть подальше. А они все стоят и стоят. Местные называют это откровенным безобразием. Владимир Попов тоже не очень-то доволен нынешним видами из окна. Если обычно это живописная качгартинская курья, то теперь жителям приходится довольствоваться видом на груду металлолома. Вот если это будут баржи пилить его, да, вот недалеко от жиловых домов, то гарь вот эту, от работы техники будут выходные газы. Их, значит, понесет, если при западном ветре, их понесет в дома все вот это. Ну, это будет, как, ну, сказать, газовая камера. Как вот люди будут жить вот в таких условиях. И постоянный грохот, вот это все. Я не знаю, как. Здоровье матери у меня, наверное, не улучшится от этого. Эксперты Народного фронта тоже недоумевают, почему компания, которая занимается уборкой прибрежной линии от металлолома, выбрала для распилки барж именно эту территорию. Мы, как общественники, настояем на том, чтобы данные баржи были, ну, во-первых, убраны отсюда, это раз. Во-вторых, наверное, транспортировка их возможна, потому что они плавучие. Вода у нас большая, то есть их можно транспортировать в любое другое место, где рядом нету жителей, соответственно, чтобы не было вот этого социального напряжения. Ну, мы, со своей стороны, будем наставить на этом. Оказалось, баржи переданы компании «Инмер». Как объяснило руководство, изначально утилизировать их планировали в Архангельске, но старые посудины могли не выдержать такого дальнего пути. И морской порт просто не позволит таким судам отправиться в рейс. Сейчас руководство компании намерено встретиться с жителями микрорайона Каджигар, чтобы найти компромисс и все-таки произвести распилку на берегу. Как пояснили специалисты, эти работы не доставят жителям неудобств. Владимир Рожин, Александр Дуркин, Телеканал «Север». На острове Колгуев построят четыре дома для расселения из ветхого жилфонда. Дома возведет общество Тарана за счет собственных средств. Впоследствии жилье планируется к выкупу муниципалитетам. В поселке Бугрино построят два четырехквартирных дома и два дома на две квартиры. Это позволит переселить 12 семей. Генеральный директор компании Анатолий Курленко сообщил, что на сегодняшний день конструкции и стройматериалы готовятся к погрузке на судно в порту Архангельска. После доставки груза на Колгуев сразу начнется строительство. Быстровозводимые дома, соответствующие природно-климатическим условиям, планируется построить до конца года. Как пояснил глава администрации Заполярного района Олег Холодов, ранее частная компания выиграла конкурс на аренду земельных участков в поселке Бугрино, после чего согласовала проекты по строительству домов. В перспективе готовые дома уже могут быть выкуплены муниципалитетом, а квартиры распределены согласно очереди. По словам Олега Холодова, такая схема строительства жилья в поселениях позволяет избегать ситуаций неэффективного расходования бюджетных средств и стимулирует застройщика быстро и качественно реализовывать проекты. В администрации района также рассказали, что для переселения людей из непригодного жилфонда привлекаются средства из бюджетов трех уровней – муниципального, окружного и федерального. Мобильная приемная прокурора Ненецкого округа работала в Пустозерском доме-интернате для престарелых и инвалидов. К выездной комиссии также присоединились уполномоченные по правам человека в регионе, руководители управления Роспотребнадзора и представители профильного департамента. Участники мобильной приемной встретились и с постояльцами, и с коллективом учреждения. Мы понимаем, что есть ряд вопросов, связанных прежде всего с тем, что ряд проживающих ограничены в движениях, они требуют специального ухода. И наше законодательство предусматривает для такой категории лиц определенные требования по медицинскому обеспечению, по материальному и в том числе по санитарным нормам. Пустозерский дом-интернат предназначен как для постоянного, так и для временного пребывания пожилых людей и инвалидов. На сегодняшний день здесь 87 человек. Основной контингент – это мужчины. Ну а главная задача коллектива – обеспечить в интернате такие условия, чтобы пенсионеры чувствовали себя как дома. Понятно, что всеместные постояльцы уже в возрасте, и помимо обычного ухода им требуется медицинское сопровождение. И сегодня главная проблема – в учреждении нет постоянного врача-терапевта. На данный момент у нас нет постоянного работника, то есть работник работает по внешнему совместительству. Не можем найти нехватка кадров в воду. А действующий медицинский персонал, он достаточен для того, чтобы надлежащим образом оказывать услуги? Ну, на 2019 год попросили там еще одну ставку, то есть чтобы организовать два банных врача-терапевт. На данный момент в интернате не хватает и санитарок. В определенные дни недели для ухода за жильцами требуется разное количество обслуживающего персонала. Если это банный день, постояльцев вводят в общественное учреждение, то для их сопровождения и помощи требуется гораздо больше рук, чем в обычные дни. Работников прокуратуры также интересуют обеспечение интерната медикаментами. Здесь лекарствами очень строго. Препараты назначаются только врачом, который выписывает рецепты. У нас же 78 инвалидов, да, то есть если они стоят на учете узких специалистов, то им выписываются лекарственные препараты бесплатно. То есть если они в аптеках есть бесплатно, то мы их приобретаем. А если нет? Если нет, то смотрим, есть ли у нас такие лекарства, да, которые мы все равно же делаем в запас лекарственных препаратов, чтобы он был в учреждении, да. То есть если нет, делаем заявку в аптеку и стараемся приобрести. Среди постояльцев интерната есть и те, кто самостоятельно передвигаться не может. Они проживают на первом этаже, чтобы в случае эвакуации их без труда вынесли на улицу. Что касается средств реабилитации, этот вопрос задала уполномоченный по правам человека в Нинском округе Лариса Свиридова. То все жильцы в полной мере ими обеспечены. Каждый год у нас делаем отчет, то есть если кто-то новенький приходит, да, из старых, то есть у нас ведутся карточки, в которых регистрируется нуждающаяся. Обеспеченность, на какой срок, когда подаем заявки в фонд социального страхования. С этого года в штате учреждения появился психолог, а также два инструктора по трудовой деятельности. Не все, конечно, привлекаются к работе, но если у клиентов нет противопоказаний, то они могут помогать сотрудникам столовой. Недавно постояльцы участвовали в озеленении клумб во дворе интерната. Все возможные кружки. Вы вот видите, да, все вот эти грамоты, благодарности получены за поделки, сделанные проживающими своими руками. Мы участвуем во всевозможных окружных городских конкурсах. После общей беседы комиссия провела осмотр. Комнаты отдыха, карантинное отделение, а также спальные места. Посетили и столовую, где речь зашла о качестве еды. Жалобы на медфуд периодически поступали, но со временем все пожелания постояльцев были учтены. А какие претензии, вот если бывают? Ну, вкусно, невкусно, это такое? Ну, недосоленное или там, как бы, вот взять в нашем, вот, который протертую пищу. Вот насчет протертой пищи, вот тоже, мы как бы тоже говорим. Если, наверное, протертая, протирали там яблоки, мы говорили, что вот нам в баночках детское питание. То есть едят с удовольствием, очень удобно и все. То есть, ну, мы же тоже не сразу к этому приходим, да, что вот фрукты протертые. Мы пришли к тому, что и медфуд нам подскажет, а лучше вот. Проверяющие побывали и в изоляторе, в котором находятся постояльцы с психическими отклонениями. Таких здесь пятеро. По мнению всех членов комиссии, они должны жить в соответствующих условиях. И поэтому Николай Егоров посоветовал директору интерната обратиться в суд для признания их недееспособными. Тогда появится основание определить особых пациентов в специализированное учреждение. Людмила Сидейская, Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал Север. Три недели в Крыму проведут 10 ребят из Ненецкого округа. Они узнают о культуре различных народов мира, освоят искусство ведения переговоров, прикоснутся к тайным международной дипломатии и станут участниками фестиваля японской культуры. Такую программу для детей готовит международная смена дружбы лагеря Артек. Путевки в центр ребята получили благодаря своим успехам в учебе и достижениям в дополнительном образовании. В длительную и увлекательную поездку будущих артековцев сегодня провожали родители и уполномоченные по правам ребенка в Ненецком округе Римма Галушина. Удивительное место, конечно. Я тебе желаю взять полной программе. Все, что можно. Там замечательные педагоги. Попасть в Артек мечтает чуть ли не каждый ребенок. Но путевка в международный лагерь достается лишь немногим. Например, юная Ксения в прошлом году в лагерь не попала. Говорит, не хватило времени. Но мечтам свойственно сбываться. Что для тебя? Ну, это новые хорошие впечатления. Отдых от проблем всех. Можно спокойно наслаждаться. Вместе с Ксенией летние каникулы в Крыму проведет ее брат Вадим. Признается, путевку в лагерь заслужил. У меня много грамм от мамы. Я с мамой сфотографировала, отправила и получила путевки в Артек. Что ты ждешь от этой поездки? Что ты там хочешь? Просто отдохнуть и познакомиться с новыми друзьями. Хочу познакомиться с друзьями, хорошо отдохнуть. В этом году Министерство образования и науки выделило нашему региону 20 путевок для одаренных детей. По 10 человек на две смены. Списки счастливчиков формировались через федеральную информационную систему АИС-путевка. Наряду с наринмарскими школьниками билет в Артек получили ребята из Харуты и Омы. Сегодня проводить детей в дорогу приехала уполномоченная по правам ребенка в НАУ Римма Галушина. Завтра ей предстоит поездка в Анапу, где также отдыхают дети из Нинецкого округа. Я полечу с инспекторской проверкой, то есть посмотреть условия содержания наших детей. Это и питание, и медицинское обеспечение, условия отдыха, воспитательная программа. Поскольку у нас, этому, конечно, я уделю особое внимание, поскольку у нас приоритет отдаётся детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому, конечно же, воспитательная работа тоже должна быть на высоте. Но по отзывам, действительно, лагерь неплохой. Это не лагерь, это санаторно-курортное объединение. Поэтому я надеюсь, что, конечно же, нашим деткам там понравится. По словам Риммы Галушиной, подобные проверки являются частью работы детского правозащитника и помогают решать возникающие проблемы на местах. Ирина Нежалова, Вадим Стасёк, Телеканал «Север». Освоив смартфоны и компьютеры, представительницы высокого возраста записались на мастер-классы по мейкапу, прическе и подбору одежды. Союз пенсионеров запустил новый проект для женщин «Время перемен». Секреты красоты представительницы прекрасного возраста познавали не только на теории, но и на практике. Римма Александровна сегодня в роли модели. Пока над её прической работает мастер, остальные участницы наблюдают за процессом преображения. Восхищённые взгляды, улыбки и комплименты. Как молодая стала? Ну, может, не 18, но 48-то может быть. Пока вы были моделью для прически, да? Да. Где у вас случилось? Подкрасить, где-то бровку подвести, может, ресничку. Вот, ещё кое-чего. Надо сразу в ресторан идти с такой прической. За соседним столом секретами мейкапа с представительницами высокого возраста делится известный в регионе хармейстер Татьяна Сидейская. Рассказывает, как правильно ухаживать за нежной кожей лица, из чего начать макияж. Завершающим штрихом станут советы мастера по подбору одежды. Я хочу, чтобы как можно больше женщин города и округа помнили, что они женщины, несмотря ни на трудности, ни на что. Чтобы они были всегда прекрасны. Чтобы они могли вот это всё передать своим детям, внукам, невесткам. Как нам рассказала Римма Костина, сегодняшние мастер-классы только начало большого проекта «Время перемен». Набор новых групп на бесплатные мастер-классы начнётся осенью. Всю информацию можно получить по телефону 2-16-83.